МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудности в экономике страны отразились и на криминальной обстановке. Мошенники появились везде. Причем обман стал встречаться во многих сферах. Пользуются и скачками курса, и желанием добропорядочных людей сэкономить. Это территория внутренних дел. Здравствуйте. Мы вызвали службу спасения, экстренной помощи. Встреча двух одноклассников закончилась поножовщиной. Она говорила о том, что это живут квартиранты. Псевдориэлтор. Деньги брала, но люди остались без квартир. Встреча двух одноклассников закончилась поножовщиной. Конфликт произошел на лестничной площадке одного из домов на улице Никитина. Пострадавший получил множественные ножевые ранения. Случилось это вечером, потому большинство жильцов находилось дома. Некоторые даже стали свидетелями происшествия. Можно сказать, бытовая драка между двумя молодыми людьми. И когда мы услышали крик о помощи, мы выбежали, и преступник скрылся. Мы вызвали службу спасения, экстренной помощи, и уже дождались милицию, дождались скорби. Нашли подозреваемого довольно быстро. Уже через несколько часов он был задержан полицией. На данный момент ведется следствие. Подозреваемый пришел в квартиру, где проживал потерпевший его бывший одноклассник с заранее заготовленным орудием преступления. Когда потерпевший открыл дверь, злоумышленник стал наносить удары ножом по его телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Затем, после совершенного преступления, мужчина вернулся к себе домой, где и был задержан сотрудниками полиции. Сейчас правоохранители сомневаются, вменяем ли подозреваемый. Назначена психиатрическая экспертиза. Мы будем следить за ходом расследования. Четырех пьяных подростков задержали в ходе одного из рейдов калужской полиции. Причем один из них, 16 лет, оказался жителем Московской области. Его доставили в центр временного содержания. Там он дожидался прибытия опекунов. На родителей несовершеннолетних составлены протоколы. Также ночью задержали еще двух подростков, которые нарушали комендантский час. Ежедневно во время операции в разные отделы полиции доставляются несовершеннолетние. За нарушение комендантского часа, за совершение правонарушения. Это в основном употребление в общественных местах спорта с рачей продукции. Таких людей мало выявленных. В основном больше по нарушению закона Калужской области комендантский час. Свообразное мошенничество, но с денежными знаками. В Калужской области все больше выявляют поддельных банкнот. Причем если раньше в основном под прицелом фальшивомонетчиков оказывались российские рубли, то сейчас появляется и иностранная валюта. Это настоящие здесь. Переходы резкие, краски яркие. Купюра – своеобразное произведение искусства. И как в живописи появляются банкнот подделки. Под микроскопом сразу видны все огрехи. Краска растекается и некоторые линии сливаются. Перфорация тоже сделана плохо. На настоящей банкноте ее не чувствуешь. Здесь же эти отверстия становятся шероховатыми и похожи на терку. Впрочем, как рассказывает эксперт, отличить подделку на самом деле может каждый. Проблема в обычном авось и нехватке времени. Люди или торопятся, там очередь, допустим, в магазинах или в киосках. И потом, допустим, когда возвращаются уже, просматривают, и что-то им кажется подозрительным. И проблема в том, что ультрафиолетовая инфракрасная защита практически соответствует настоящим денежным билетам. Причем попавшихся на удочку фальшивомонетчиков становится все больше. Если в 2013 году через Каминалистический центр прошло около 500 подделок, то в прошлом уже 760. А только за 26 дней февраля полицейские изъяли 46 ненастоящих купюр. Причем сейчас все чаще попадается иностранная валюта. Очень много стало изыматься отдельных долларов. То есть, видимо, это или с курсом, так сказать, рубля к доллару, да, именно оживился обмен валюты. Много стало долларов США. Ну и традиционно 5000-рублевые купюры практически ежедневно изымаются. Однако самая популярная у фальшивомонетчиков по-прежнему остается 5000-я купюра. Делают ее значительно качественнее. Тем не менее, есть элементы, не подвластные для подделок. Еще есть такие буковки волшебные, которые еще никто пока не подделал. Если с этой стороны смотреть, вот РЛ. С другой, что-то по-другому не выглядит. Или темные на светлом поле, или светлые на темном поле. А еще отличается фактура бумаги. Водяные знаки, если и есть, то выдавливаются прессом. И это чувствуется в руках. Степеней защиты на самом деле много. И стоит запомнить только парочку. Но главное, как говорят эксперты, взять в привычку проверять все крупные купюры. Псевдориэлтор объявилась в Калуге. По версии следствия, женщина показывает квартиры и берет предоплату. После скрывается. Сейчас в полицию обратилось уже шесть пострадавших. Сколько же на самом деле таких обманутых? В этой квартире Ольга Егорова только начинает обживаться. Наводит порядок на кухне, обставляет детскую, распаковывает вещи. Снять это жилье удалось буквально несколько дней назад. А до этого пришлось столкнуться с непредвиденными трудностями. В объявлениях нашла недорогую квартиру. Встретилась, как она думала, с хозяйкой и внесла предоплату. Ничего не подозревая, пришла через несколько дней. Только ключ от дверей не подошел. А в квартире уже были жильцы. Где я снимала квартиру, там живут ее родители. То есть там абсолютно злая обстановка. Вещи, косметика. Она говорила о том, что это живут квартиранты, они съедут. Как оказалось, женщина показывает квартиры родственников. Берет предоплату и пропадает. Здесь, на промышленной, живут ее родители. Как говорят соседи, из-за подвига в дочери стараются не показываться. Дверь никто не открывает. Следователи пока проверяют их причастность к авантюрам дочери. Хотя остается непонятным, почему, например, они не поменяют замки на дверях, чтобы не оказывать содействия в обмане. А сама подозреваемая уже судима за аналогичные преступления. В январе осуждена на два года условно. Только, по всей видимости, это ее не останавливает. Сейчас следователям известно, что показывает женщина квартиры на поле свободы и на промышленной. Только по этим материалам ей уже может грозить реальный срок. Все уголовные дела возбуждены по признакам состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам. Максимальная санкция по этой статье – это лишение свободы на срок до 5 лет. В полиции уже 6 заявлений по новым эпизодам. Но не все пострадавшие обратились за помощью в правоохранительные органы. Друзья по несчастью у Ольги Егоровой находятся и в социальных сетях. Буквально вчера мне еще одна девушка написала о том, что месяц назад. То есть очень много пострадавших, которые не писали заявление. Мне лично написались 5 человек, которые не написали заявление. То есть они готовы пойти. Мы с ними договаривались о том, что когда меня вызовут на опоздание, то есть мы поедем вместе в отделение. Согласно этим сообщениям подозреваемая расширяет псевдобизнес. Расценки растут. Появляются новые адреса. Женщина уже сдает квартиры на улицах Майской и Первых коммунаров. И вот этот парень ей говорит, бабушка, вот говорит, вы не знаете, вот тут вот живет молодая. Я говорю, а я со мной не знаю, говорю. Не знаю. Я честно говорю. А он ей говорит, я ей 25 тысяч отдал за квартиру. Так много. В полиции подозреваемая уже появлялась. Пока находится под подпиской о невыезде. Но следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу. Полиция просит всех, кто пострадал от действия этой женщины, обратиться по телефону 501-202, 501-203 или 02. Мошенничество не редкость. Причем часто обман этот со стороны кажется каким-то простым и незатейливым. Только люди все равно попадаются в расставленные злодеем сети. Во время подготовки материалов программы кто-то сказал, мол, сами пострадавшие виноваты. Вспомнились слова Чарльза Буковски. Если удалось обмануть человека, значит тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. Это территория внутренних дел. Берегите себя и своих близких.